МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире военное дело. Сегодня в нашей программе. Воздушный многоборец. Перспективный многоцелевой самолёт ВВС США. Джейсэф. Многофункциональный самолёт, одинаково хороший и как истребитель, и как ударный. С укороченным взлётом и вертикальной посадкой. Мечта любого и начальника. Американцы подошли к осуществлению этой мечты как никогда близко, создав Джейсэф. Джейнт Страйк Файтер. Сегодня на этот самолёт делаются очень большие ставки. Появление техники, которая производит революцию в военном деле, явление довольно редкое. Новые системы оружия не всегда меняют способы ведения боевых действий радикально. Чаще всего их боевой потенциал нарастает постепенно, эволюционным путём. Но есть и исключения из правил. В эпоху Холодной войны авиационные конструкторы ведущих держав были увеличены идеей боевого самолёта, которому были бы не нужны традиционные аэродромы. Уж слишком уязвимы эти гнёзда реактивных птиц для высокоточного оружия. Сложное и дорогостоящее инженерное сооружение, бетонная взлётно-посадочная полоса, может быть повреждена всего лишь одной ракетой. И тогда десятки боевых самолётов оказываются в роли наседок, беспомощно сидящих на земле. Поначалу наибольшего успеха в разработке самолётов вертикального взлёта добились британцы. В 60-е годы им удалось построить на редкость удачную вертикалку – Харриер. Эта машина стала стандартной не только для королевских вооружённых сил, но и для Соединённых Штатов, принявших её доработанную версию на вооружении корпуса морской пехоты. Западные стратеги верили, что Харриер будет незаменим в случае большой войны в Европе. Считалось, что капитальные аэродромы будут выведены из игры в первые трое суток. Харриеры, способные взлетать с пятачка, окажутся менее уязвимыми для атак с воздуха и станут едва ли не главным авиационным комплексом, способным действовать в экстремальных условиях современной войны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Однако технологии 60-х-70-х годов не позволяли создать вертикалку, которая была бы полноценным истребителем или ударным самолётом. Особенности её конструкции ограничивали такие важнейшие параметры боевого самолёта, как скорость, радиус действия и полезная нагрузка. При вертикальном взлёте Харриер тратил огромное количество топлива, его боевой радиус снижался до 90-100 километров. Самолёт мог взлетать и с укороченным разбегом, до 300 метров. Расход топлива при этом был меньше, но утрачивалась сама идея вертикалки. Ведь Харриер планировали применять с замаскированных площадок, например, в лесах. За 30 с лишним лет на Харриер ставили новые двигатели, бортовую электронику, вооружение. В итоге машины поздних серий отличаются от ранних, так же, как, например, «Жигули Копейка» отличаются от 10-й или 12-й моделей. Британский палубный вариант машины «Си Харриер» умудрился, к удивлению самих конструкторов и лётчиков, наголову превзойти в воздушном бою аргентинские истребители «Миражи-3» в израильской версии и американские штурмовики «Скайхок». Однако это были устаревшие машины. В 70-х, 80-х годах крупнейшие ВВС мира получили настолько мощные истребители четвёртого поколения, что какая-либо конкуренция вертикалок с ними была просто немыслимой. Конкуренцию им мог составить лишь наш самолёт Як-141. Первый полёт эта уникальная вертикалка совершила в 87-м году. По оценкам специалистов, впервые в мире удалось создать полноценный сверхзвуковой боевой самолёт вертикального взлёта. Считалось, что его потенциал не ниже, чем у Мига-29. Но после распада СССР программа была закрыта. Построить успели всего 4 машины. Главной жемчужиной Як-141 был двигатель с поворачивающимся на 95 градусов соплом. Вся документация на него была продана американской фирме «Локхид Мартин». Она и продолжила революционное дело разработки американской вертикалки нового поколения по программе JSF. Работы начались в 96-м году, вскоре после получения российской технической документации. По замыслу разработчиков, JSF должен был успешно заменить самолёты разных классов. Истребитель F-16, штурмовик А-10, палубные интрудеры и хорнеты. Оборудование JSF позволит пилоту получать данные как от электронных систем самой машины, так и от иных источников информации, спутников, других самолётов и наземных центров. Комплект вооружения должны составить системы высокоточного оружия, которая применима в любое время суток, в любых климатических и погодных условиях. В нём используются сразу две системы наведения – инерциальная и система глобального позиционирования GPS. Высокоточное оружие сбрасывается автоматически при входе в зону пуска. Вероятное отклонение от цели составит не более 13 метров. Одна из модификаций самолёта, F-35B, будет в состоянии осуществлять укороченный взлёт и вертикальную посадку. Основой этих технологий стали чертежи, купленные у наших разработчиков. В ходе работ самолёт получил название F-35, под которым он, скорее всего, и будет принят на вооружение. Однако произойдёт это ещё не скоро. Впереди тысячи часов лётных испытаний. Если они закончатся удачно, то ВВС США получит многоцелевой сверхзвуковой малозаметный ударный истребитель с возможностью укороченного взлёта и посадки. В перспективе F-35 поступит на вооружение ВВС, сил флота и морской пехоты США, а также британских ВМС. В списке возможных стран-покупателей числятся Израиль, Сингапур и Турция. По существующим планам, начальная боевая готовность F-35 может быть достигнута в авиачастях морской пехоты не раньше 2010 года. Но на практике назначенные сроки выдерживаются редко. Дела у JSF могут пойти с не меньшими трудностями, чем у старой новинки ВВС США – «Рептора», преодолевшей 20-летний возрастной рубеж. В этом случае революция в деле создания самолёта будущего в очередной раз превратится в неторопливое поступательное развитие.